Очередной суд по делу об утечке горючего на севере края перенесли на 5 февраля. Я напомню, ущерб от разлива более 20 тысяч тонн дизельного топлива оценили почти в 148 миллиардов рублей. На очередном заседании ответчик Норильско-Таймырская энергетическая компания ходатайствовал о назначении двух экспертиз. О возможности восстановления природных объектов и затратах на ликвидацию аварии. В проведении первый суд отказал, решение по второй примут на февральском процессе. Кроме того, Росприроднадзвор назвал уточненную сумму для возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Это около 145 миллиардов рублей. На заседание вновь прилетела глава ведомства Светлана Родионова. И вот что она сказала. Мы услышали, что берега реки загрязнены не были, допустим. Ну, еще много всяких удивительных вещей мы узнали о том, что ответчик не виноват, природа не пострадала, все отлично. И вообще, еще немножко, и мы договоримся до того, что и событий самого не было. Мне кажется, это уже выходит за рамки уважения к населению, которое здесь живет. И к тому, что мы видели с вами на протяжении всего лета, и на чем все государство работало. Продолжение следует...